Привет всем! Сегодня я хочу снять для вас такое видео немножко в необычном формате. Рассказывать я буду о покупках в фикс прайс, но не так как всегда. А буду рассказывать, показывая их, каким образом я их пристроила дома. Не разбирать пакет меня в кадре сегодня не будет, потому что я немного приболела, так что уж простите, ребят. Но сегодня я зато вам надеюсь покажу много интересного. Кстати, хочу вас сразу поздравить с первым днем весны. Сегодня 1 марта, и вот у нас во дворе сегодня просто вообще что-то невообразимое творится. Ребятня играет, красота. Мне нравится за ними наблюдать. Вот цветы у меня, конечно, здесь просто в буквальном смысле горят, поэтому я немного прикрыла шторку. А так вообще, конечно, очень и очень располагает день к прогулкам. Но, к сожалению, мне это не грозит в силу того, что я немного подпростыла. Ну, собственно, как и дочура моя, и муж умудрились мы в празднике простудиться. Поэтому буду сегодня показывать вам все, как я считаю, интересное, что приобрела в магазине FixPrice. Итак, приступаем. Первое, что покажу, это вот такие вот наволочки. Вообще, вы знаете, как оказалось, они очень даже неплохого качества. Я знаю, что многие в подобном дизайне заказывают наволочки на сайте Озон. И, как мне кажется, это расточительство. Вот я сама просто одно время смотрела такие наволочки на этом же сайте, кстати, и хотела было заказать, но там они в среднем от что-то 200 и выше. Ну, то есть 250, 300, 400 и так далее. Здесь я, кстати, не могу сейчас точно сказать, какой диаметр, не диаметр, наверное, а размеру подушек. Но, тем не менее, вот эти наволочки 40 на 40. У меня здесь были куплены такие темно-коричневые подушки в одном из влогов. Я показывала, что покупала их. Такие кофейного цвета. И, как ни странно, сквозь эти наволочки они совершенно не просвечивают. Мне нравятся наволочки тем, что, я не знаю, получится сейчас показать или нет, текстура у них такая, знаете, вот, они как будто бы, я даже не знаю, очень-очень мягкие, в общем, они похожи на какую-то мебельную ткань. Я сейчас попробую поярче показать. Вот, вот так, наверное, будет лучше видно. Посмотрите, какой классный рисунок. Лично я, когда его увидела, я была просто поражена до глубины души, насколько все это симпатично. Здесь вот даже, знаете, такое, как будто бы письмо, печати или, как они, штампы на таких, на конвертах раньше были. Вот, очень красивые подушки, на мой взгляд, слегка в таком вот винтажном стиле. Но сейчас на дворе весна, и, в общем-то, мне кажется, что вот сюда, на диванчик, на балконе, они у меня довольно неплохо вписались. Я сняла отсюда подушку, стирку, так сказать, вот, потому как умудрились мы ее, в буквальном смысле, залить. На весну все хочется обновить, поэтому я потихоньку очищаю эти подушки на диване. По одной, естественно, вот, это как бы уже чистое, а вторая просохнет скоро и поместится обратно. Но пока, мне кажется, вот, сочетание с этой плетенкой и, как бы, вот эти вот подушки две, мне кажется, что очень даже гармонично смотрятся. По сравнению с предыдущими наволочками, наволочками, в общем-то, эти, конечно же, такой более тонкой ткани, поэтому в силу того, что она такая вот, немножечко прозрачная, лучше одевать подушки более светлых оттенков. В данном случае у меня подушки вежевые, и поэтому эффект создается довольно приятным. Такие вот освежающие, на мой взгляд, подушечки получились для интерьера. Но это еще не все. Я, в общем-то, раз уж большой любитель маков, решила и немножко поэкспериментировать со стенами в интерьере. И увидела, в общем, я в продаже в фикс прайсе, были вот такие вот наборы с наклейками. Я купила три набора, и здесь вот, что у меня из этого получилось. Я сейчас попробую отойти подальше для того, чтобы вам показать, как это смотрится в общем плане. И, ну вот примерно так, то есть, как бы, там вы видите красная подушка, здесь эти маки, и вот таким вот образом. Кстати, вот то, чтобы вот это вот видеть, это не обращать внимания, в ближайшее время мы, конечно же, все это исправим. Потому как там раньше висела такая вот картина музыкальная, светящаяся, с водопадом. Дочке она безумно нравилась, и вечером мы ее часто включали. Но сейчас, ближе к весне, как мне кажется, в общем-то, уже нет сильной необходимости. К тому же пришло время найти ей другое применение, то есть перевешать ее, скорее всего. Она немножко конфликтует у нас вот с этим вот пейзажем. Вот поэтому я решила, что маки здесь будут лучшим дополнением. К тому же у нас все такое вот немножечко с красными акцентами. И, ну вот, не знаю, о, доча попала в кадр. В общем-то, красный плед. И, учитывая, что здесь подушки довольно неплохо вписываются, как мне кажется, получилось все вот так вот симпатично. Провода тоже бы, конечно, хорошо бы убрать. Но пока это немножечко у нас не на первом месте по делам по дому. В самое ближайшее время, конечно, тоже решим эту проблему. Скажите мне ваше мнение, как вы считаете, как вообще смотрится это все в интерьере. Мне, на самом деле, идея понравилась. И понравилась она мне не только по цене, но и по качеству. Для сравнения, я заходила в магазин «Южный» не так давно. У нас это большой торговый центр в Тюмени. И там тоже продаются наклейки подобного характера. Но, в общем-то, там на одном блистере, где-то, наверное, формата А3, тоже такие вот большие маки есть. Но там один вот такой вот лист с этими наклейками стоит 370 или 380 рублей. Можете себе представить. Здесь на одном листе, он, конечно, гораздо уже, но тем не менее. На нем четыре элемента. То есть три крупных, один маленький вот такой. Все они отдельно размещены. Это я здесь уже сама немножко пофантазировала. Вот. И как бы, даже если учитывать тот факт, что я купила три разных листа, и получилось у меня вот столько их, можете считать, какая выгода от приобретенной покупки. Что-то сегодня заговариваюсь, уж простите. Еще хочу обратить ваше внимание на тот факт, что у них, конечно, есть блестящий контур, но в целом сам по себе рисунок очень даже матовый. И это прям классно. Здесь мне пришлось немножко вырезать, потому что первый мой цветок, который я снимала с подложки, как-то так получилось, что свернулся. В общем, я торопилась, хотелось поскорее все это наклеить. И, в общем, испортилась наклейка частично, но проявив фантазию, я думаю, вы тоже бы так смогли сделать. Здесь вот можно немножечко так подрезать. И получается все вот таким вот образом. Поэтому вот такие вот маки купила я в магазине FixPrice. И вот такие вот подушки. Еще кое-что я приобрела в магазине FixPrice. Это две рамки. Одна из них сейчас перед вами. И, как мне кажется, в интерьере смотрится очень даже неплохо. Учитывая, что она такого белого цвета. Единственное, что когда вы будете ее покупать, конечно, обращайте внимание на то, как она выполнена. Я, к сожалению, из тех, которые искала, перебирала там, ну, в общем, были в наличии. Не нашла ничего более-менее оформленного. Но, тем не менее, о чем я говорю. Вот здесь, видите, с внутренней стороны есть вот такие погрешности. Я специально их не стала убирать, чтобы вам показать. Поэтому, когда будете выбирать, смотрите, чтобы вот внутри там этого не было. Я, конечно же, на своей рамке все это уберу. И затем планирую сюда поставить фотографию. И вот вторую рамку вы можете видеть вот здесь. Вот она. Сейчас мы к ней переместимся, и я вам ее быстренько покажу. Итак, вот она вторая рамка. Она немногим отличается от предыдущей, но, тем не менее, здесь немного посложнее сама рамочка. И, конечно, тоже есть вот такие вот погрешности, которые тоже нужно убирать. Я, как уже говорила, не убрала для того, чтобы вам это показать. И, конечно же, после видео я обязательно все это аккуратно срежу ножичком. Пластик, слава богу, не слишком плотный, поэтому легко можно его почистить и убрать там все эти огрехи. Но при выборе все же старайтесь обращать на это внимание. И внутри здесь картинка. Это, в общем-то, вырезанные фрагменты из декоративного пакета, который также продавался в магазине FixPrice. И, как мне кажется, он неплохо гармонирует с нашим таким вот оттенком свечного камина. Поэтому убирать эти изображения я пока не планирую. Пусть они здесь останутся, но зато они вдохновили меня на идею. В рамку для фотографий, которая, в общем-то, первая, что я вам показала, я планирую распечатать фотографии, оформленные таким же образом. То есть я их буду печатать вот в такой же стилистике. То есть как будто бы такие немножечко состаренные. Поэтому посмотрим, что у меня потом получится. Надеюсь, в одном из видео в будущем я вам их обязательно покажу, если не забуду. Вот, в общем-то, такие неплохие рамочки. К тому же, знаете, я вот все хотела сказать. У нас есть в Тюмени магазин Карнавал, и там продаются тоже такие вот разные фантазийные рамки, очень напоминающие по виду вот эти. Так вот, там самая дешевая рамочка стоит, по-моему, от 150. И как бы сравнивая с этими, то, что по 50 рублей можно приобрести, и они довольно мило смотрятся в интерьере, мне кажется, это прямо так, знаете, очень даже приятно. К весне неплохое обновление для интерьера, и к тому же смотрятся они очень даже не дурно. Еще одна из таких покупок для дома, это вот такая вот корзина. И, как ни странно, я ее купила тоже после похода в магазин Южный, потому как там такие корзины есть, конечно, самого разного размера. От малепусик совсем, я даже не знаю, сравнимо с штулкой по размеру, до, конечно, покрупнее. Но в среднем вот такая вот корзина там стоит что-то порядка 300-400 рублей. В магазине FixPrice такая корзина стоит 51 рубль, и это более чем выгодно. Вот, поэтому как бы я так посмотрела, или 55 ли она стоит, ну, в любом случае, вы понимаете, да, цена-качество. Сама корзина очень вместительная и удобная, и нам она подходит и по оформлению, например, в интерьере она довольно неплохо смотрится. И плюс ко всему, в силу того, что у нее есть вот такие вот ручки, ребенок легко может взять ее и потащить куда ей нужно, в общем-то, то есть перемещать ее по комнате вместе с игрушками ей очень удобно. Игрушки здесь, конечно же, легкие. Мы покупали такую вот мозаику пластиковую. Они все такие, как это назвать, в общем-то, с пространством, с полостью внутри, соответственно, они очень легкие. И она эту корзину с удовольствием таскает по дому и прекрасно управляется с ней, ей нравится. Мне нравится, как это смотрится в интерьере, поэтому Рада не сказанно. Вот, пока она стоит так, потому что у нас здесь детский такой импровизированный синтезатор, терапианино. Вот, его нам мама с папой подарили на день рождения. Дочке, конечно же. О, на день рождения, на праздник, на праздник. Вот, ну, заговариваюсь я, поэтому очень извиняюсь. В общем-то, считаю, что вот эта вещь заслуживает внимания. Кстати, в магазине фикс прайс, они есть еще в других оттенках, и я вам сейчас покажу. И, говоря о других оттенках, умела я ввиду вот такой вот, на самом деле, это ярко-синий цвет, но я не знаю, почему камера его слегка высветляет, как мне кажется. Красивого, яркого, синего цвета корзинка. Собственно, она абсолютно идентична предыдущей белой. И, как мне кажется, это неплохая идея для того, чтобы укомплектовать подарок на 8 марта кому-нибудь из близких, знакомых, там, ну, я не знаю. Сюда, например, можно положить вот такой вот прикольный, на мой взгляд, гель для душа. Кстати, я его купила тоже в магазине фикс прайс. Обалденно смотрится, выглядит, как натуральная бутылка шампанского. Вот. Сюда же можно, например, положить вот такой вот кефирный биобальзам для волос. Себе, кстати, я купила, по-моему, яичный бальзам, и только начала им пользоваться, поэтому ничего сказать вам пока не могу. Аромат специфический, но в целом состав довольно хороший у этих средств. Вот. И, ну, например, вот такую вот вазу. Кстати, она мне тоже понравилась в магазине фикс прайс. Они там стоят всякие разные, но мне больше всего нравятся такие вот беленькие. Как мне кажется, они довольно нейтрально смотрятся. Сюда же вы можете положить еще, например, каких-нибудь сладостей, конфет и так далее. И вот у вас получится довольно неплохой подарок на 8 марта. Еще одна, как мне кажется, интересная вещь, которую мне удалось найти в магазине фикс прайс, это вот такая вот эйфелева башня. Ее минус, пожалуй, в том, что она светится. Мне, на самом деле, эта вещь, не вещь, а эта идея здесь не очень нравится, потому что сделана она неаккуратно. Видите, да, что там вот так все это криво-косо. Поэтому у меня в планах, пожалуй, наверное, убрать эту светящуюся штучку из этой эйфелевой башни. и, возможно, я ее перекрашу в чисто белый цвет, но посмотрим. Пока мне, в принципе, нравится задумка. По-моему, она очень даже красивая. Я знаю, что подобные вещи продаются на Алиэкспресс, на Зоне. Многие выписывают их, и я тоже, кстати, в свое время хотела выписать. Не потому, что я большая поклонница Парижа, а потому, что мне очень нравится сама идея эйфелевой башни. И я хотела просто вписать ее как-то в интерьер. Но сейчас понимаю, что как бы вот этой, пожалуй, небольшой миниатюры мне будет вполне себе достаточно. Тем более, что я приобрела их себе две. Одну я оставлю в первозданном виде. Возможно, потом пристрою ее в интерьер к дочке в комнату. А эту, пожалуй, я, наверное, все-таки переделаю. Но в любом случае, как только какие-то будут изменения с этой вещью, я вам обязательно покажу. А вообще, как мне кажется, она неплохо смотрится. Здесь у меня стоят подсвечники. Здесь основной подсвечник. Сейчас не буду показывать, что там дальше, потому что на балконе сушатся детские вещи. А пока, мне кажется, что она неплохо сюда вписалась и смотрится довольно мило. Еще докупила я один магнит. Как видите, по сравнению с рукой он очень даже не маленький. Но мне очень нравится стилистика оформления. До того красивая. Я решила, в общем-то, собрать почти коллекцию из этих магнитов. Вы видели, что в предыдущих видео я, в общем-то, показывала уже покупки из фикс-прайза, вот такой магнит солнышка и вот такую ящерку. И здесь, в общем-то, на мольберте нашей дочери я пытаюсь собрать такую некую коллекцию, которая позволит ей изучать животных, в том числе, ну и, в общем-то, баловаться. Потому как все эти магниты, они достаточно цветные, и ей очень интересно их перемещать с места на место. здесь вот у нас уже появился такой дяденька очень интересный. Это все, кстати, остальное не из магазина фикс-прайз, только вот эти вот три. Но, тем не менее, как только я увижу в фикс-прайз еще интересные магниты, я обязательно их прикуплю, чтобы здесь у нас получилось что-то вроде коллекции. И ребенку будет интересно, как мне кажется, да и мне, в общем-то, не менее нравится все это, как смотрится вместе. Еще кое-что я докупила в этот раз. Мне очень сильно нравятся кружки компании LUMINARC. И я всегда охочусь за ними, особенно когда они по привлекательной цене. И как ни странно, в магазине фикс-прайз периодически появляется посуда этой французской марки. И в этот раз, в общем-то, мне повезло. Мне удалось четыре кружки вот таких вот приобрести. Ну, что могу сказать? Мне кажется, что они более чем удобные. Они на 280 миллилитров. И это такой стандартный объем для того, чтобы, например, гостей напоить чаем. Вполне себе удобная кружка. И я большой фанат вот именно такой, наверное, посуды, просто потому, что мне нравится заваривать чай и видеть, какого он цвета, в общем-то, в бокале. Хотя цветные игрушки тоже бывают очень интересные и красивые, но тем не менее, для чая я люблю именно вот такие. И у меня их теперь появилось четыре. Обычно здесь, конечно же, находились вот такие вот стаканы. И, кстати, не поверите, что это за бокалы. Может быть, кто-то из вас узнал. Ну, в общем, это, как сказать, упаковка, наверное, от Джема Махеев. Мы довольно много его съели с обратной стороны. И поэтому, как бы, у меня таких стаканов великое множество, наверное, будет громко сказать, но штук 12, наверное, точно есть. Они удобные тем, что довольно крепкие, даже если падают, они не бьются. И при этом они неплохо помещаются на вот этой вот подставке под посуду. Ну, как мне кажется, смотрится вполне себе неплохо. Более того, для меня, например, это удобно, когда хочется попить воды. Здесь как раз вот рядом раковина. У нас клубка тут что-то попала у меня. Вот, в общем-то, раковина. И можно налить себе питьевой водой. И последнее, что я приобрела, это комплект новых таких вот салфеток. Они что-то вроде тифлоновых, наверное. Мне нравится менять оформление на кухне благодаря подобным акцентам, потому что они неплохо смотрятся и при этом они защищают от повреждений столешницу. Как только она изнашивается, я тут же ее заменяю на новую. Мне очень понравились узоры. Этот очень хорошо вписывается в интерьер на кухне, потому что у нас здесь такая кофейная тематика и я периодически ищу что-то похожее. К тому же они такие светлые, приятные и тоже навевают такое немножко весеннее настроение. Но, помимо всего прочего, я не смогла пройти мимо вот таких вот салфеток. Они, конечно, очень новогодние. Но, как мне кажется, например, снимать видео, обзоры перед Новым Годом на вот таком фоне очень даже интересно. К тому же их одно из основных качеств, как мне кажется, то, что они вот именно такие 3D, как, в общем-то, и написано на ценнике в магазине и они не бликуют от камеры и это прям здорово. Я себе приобрела вот таких несколько и очень мне понравилась вот эта тема. Тоже красиво смотрится, стильно, как мне кажется и особенно это подойдет для тех, у кого столешница не как у меня вот такая вот бежевая, а, например, в сером цвете такие мраморные бывают. Мне кажется, классно будет стильно смотреться. Можно и на стол положить, там, на варную стойку. Вполне себе интересно. Еще, опять же, забыла, забыла, как всегда забыла. Хотела сравнить, так сказать. В общем, в магазине FixPrice, вы видели в моих прошлых обзорах, я покупала похожие чипсы. Они такими вот пластинками картофельными. Вот эти я купила в магазине Magnit. Да, по-моему, просто Magnit. Так вот, сравнивая их по цене, в магазине FixPrice они стоят 51 рубль, а в магазине Magnit 73 рубля. Поэтому, опять же, по качеству они ничем не уступают этим. Поэтому я считаю, что переплачивать нет смысла. Вот, это были все мои покупки. Надеюсь, вам было интересно. А сейчас я вам расскажу о конкурсе, которые будут в общем-то проводиться в течение недели с сегодняшнего дня. И я покажу вам приз и расскажу об условиях. Итак, вот он приз, который будет разыгран в конкурсе. Естественно, мы его рассмотрим подробнее. Значит, здесь у нас такая вот косметичка от Ивроше. Она, как видите, еще с бирками. Ей никто не пользовался, не беспокойтесь. Внутри у нас вторая косметичка абсолютно в такой же стилистике с красивыми бантиками. Далее здесь лежит моя любимая основа от Ивроше. У меня в запасах еще 2 или 3, я даже точно не помню. Очень ее люблю, быстро расходую, к сожалению. Здесь 15 миллилитров, но уверена, она вам понравится. Она придает лицу потрясающее сияние. Далее здесь у нас в общем-то вот такая вот туалетная водичка. Называется она Дикая вишня. У меня она тоже есть и она в любимках у меня, поэтому я надеюсь, что вам тоже понравится для этой весны. Прекрасный аромат, очень свежий, цветочный, нежный. Ну и, конечно, я не могла не поделиться с вами вот такой вот потрясающей палеткой. Это рождественская лимитка от Ив Роше и мне она очень понравилась. Ну распечатывать не хочется, потому что все новое, красивое и оно кому-то из вас достанется. Но если вам интересно, то ссылку прямо под этим видео я оставлю на обзор, где была у меня точно такая же палетка. Свою, конечно же, я уже использую по полной программе, а эту я подарю вам. Она совершенно новая. Поэтому вот в этой косметичке все ваши подарки. И теперь поговорим об условиях конкурса. Что важно? Естественно, в силу того, что на моем канале наконец-то уже цифра подписчиков перевалила за 8 тысяч, для меня это вообще какая-то гигантская цифра, потому как я не из тех людей, кто гонится вообще в принципе за количеством подписчиков, но мне очень приятно, что такое количество людей решили все-таки присоединиться ко мне на моем канале. И я хочу это отпраздновать именно с моими подписчиками. что требуется от вас? Я на самом деле решила, что, наверное, пора вносить какие-то изменения на моем канале, в том числе и в качество видео. И оно будет изменено, и я вам позже расскажу, каким образом. А пока хочу сказать, если уж вы так давно со мной на моем канале, и вы действительно мой подписчик, то наверняка у вас есть какие-то любимые видео на моем канале, или может быть те видео, с которых вы вообще начали меня смотреть и дальше, что-то вам стало интересным, я не знаю. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы выбрали, ну или может быть просто, скажем так, скопировали ссылки и разместили их под этим видео на три любых видео на моем канале, любых в том плане те, которые вам понравились. Естественно, под этим видео, которое вам понравилось, должен быть ваш комментарий, но не такой типа лайк, все круто, а именно, наверное, на тему содержания видео. И таким образом, когда я буду изучать обязательно эту информацию, после проведения конкурса, я с удовольствием буду делать выводы о том, что же нужно поменять, чего не хватает, о чем я недорассказала и так далее. Это очень поможет мне в дальнейшем улучшить мой канал и качество видео для вас. Ну а вы со своей стороны, так сказать, продемонстрируете мне, каким образом и почему вы все-таки подписались на мой канал и что же вам было интересно. Поэтому, еще раз повторюсь, под этим видео вы оставляете ссылку на три видео, которые вам нравились или понравились в принципе. И под этими видео, ссылки на которые будут здесь, вы оставите комментарий на тему, о чем было видео. Чтобы я понимала, нравится, не нравится. Вот. и подытоживая условия, после того, как вы разместите ссылки на три видео здесь, под этим обзором, я, соответственно, буду считать, что вы участвуете в конкурсе. Вот. Помимо всего прочего, вы, конечно же, должны быть моим подписчиком однозначно. Это все условия, которые вы должны выполнить. Собственно, больше от вас ничего не требуется совершенно. Конкурс проводится среди всех моих подписчиков, совершенно не важно, где вы проживаете, в России или за границей. Приз в любом случае я отправлю в любую точку земного шара. Вот. Поэтому вы благополучно, надеюсь, примите участие. И далее мы с вами разыграем приз. Приз будет разыгрываться рандомным образом, соответственно. Вы здесь выполните все условия, размещаете ссылки. И далее в день, точнее, 7 марта, наверное, в 6 часов вечера по тюненскому времени. Так что смотрите сами. Вот. Мы с вами проведем розыгрыш. Я постараюсь обязательно к этому времени в прямом эфире для вас разыграть этот приз. И мы узнаем имя счастливого победителя. Вот. Еще хочу сказать вам, что на самом деле это не последний конкурс на моем канале. Я пришла к выводу, проанализировала последние несколько лет, что, в общем-то, с момента создания моего канала конкурсов почему-то у меня было немного, даже не знаю почему, может быть, что как-то некогда было и я не обращала внимания на то, что надо бы, наверное, как-то поощрять моих драгоценных зрителей. И поэтому в этом году конкурсов будет больше, это точно. Я постараюсь проводить их периодичностью в 2 месяца, но для этого я буду проводить, конечно же, опросы. Опросы о том, какие призывы хотите и так далее. Опросы я буду проводить на моей страничке в Инстаграм. Поэтому заглядывайте туда и будем с вами общаться. За день я с вами буду прощаться. Приглашаю вас к участию в конкурсе, дорогие мои подписчики. И до встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok